Представляете, я уже месяц хожу трезвый, учусь ходить, спрашиваешь, как я докатился до трезвой жизни, да? Да. Месяц назад мы с мужуками отмечали день взятия Бастилии, чем отмечали неизвестной, не было наклейки на той канистре. Когда руки посинели, мы поняли, что в канистре какая-то трава и начали наливать по полстакана. Когда посинели ноги, до нас дошло, что эту гадость вообще пить нельзя, больше, чем по 50 грамм. В общем, очнулся я в больнице, палата здоровая такая, как ангар, холодина не топит, разделит до гола и только простынкой прикрыли, с головою, правда. Лежу весь чистый, не помню, чтоб сам мылся, нога только чешется. Глянул на ноге номерок. Ну, думаю, это нормально, одежда, значит, в гардеробе. Гляжу, палата многоместная. Ребята, спрашиваю, и где я? Ребята молчать, дрыхнуть, значит. Ну, скукожились, холодно. Ну, я простынкой обернулся, как Юрий Цезарь, вот. И в калидор к врачам разбираться. Вроде я пожарной сигнализации не слыхал ничего подобного, но врачухи эти почему-то... Всех двери ломанулись. Я за ними шумлю, им уважаемый, где гардероб? Они еще быстрее припустили. Пришлось мне домой по кустам пробираться, ты понимаешь? Вот, только я к своей квартире подкрался и слышу за дверью шум, гам, мужуки какие-то и голос жены. Сегодня, в этот праздничный день, когда в наш дом, наконец, пришло избавление, хочу поблагодарить вас, дорогие гости, за поздравления. Извините, это слезы, говорит, это она ноет, значит. Слезы простого женского счастья. Я, говорит, всю жизнь жалела Васю, меня. И всегда, от всей души желала ему поскорее сдохнуть. Теперь он уже никогда не постучится в мою дверь. Я стою и думаю, это почему это? Как тукнул. Жена на радостях открыла, увидала меня в этом цезаре. И тут же громко вдоль калидора легла. Я прохожу внутрь. Говорю, приятного всем аппетиту. Говорю, накормите виновник торжества. Теща нашлась, змея концентрированная. Я, говорит, слыхала, что душ умерших алкоголиков до сорока дней по земле ходит. Я говорю, а если в глаз? На слове в глаз, жена очнулась и говорит, ты, Васька, давно помер. Задолго до того, как тебя вчера официально покойником признали. Я говорю, а как же так это я задолго помер? А как же я исполнял свой супружский долг? Жена говорит, да твой супружский долг, Васька, уже намного больше, чем на жилищно-коммунальный. Тёща говорит, ты глянь, а, гости сбежали, все праздники нам испортил Ирод, и 9,40 дней. А ты ведь на этом свете уже не жилец, свидетельство о смерти, вот оно. В общем, спал я на кухне, тёща с женой заперлись в комнате, на утро думал, надо мириться, стучу им так, верил, впервые в жизни, ласково так, говорю, доброе утро, красавицы, оттуда вот тёщин голос, спокойься с миром, дайте, кричу, ведьмы пожрать. Жена говорит, там на столе стоит рюмка водки, накрытая кусочком хлеба, это тебе. Я в порыве гражданского гнева иду в полицию. Такой, знаешь, могучий такой, маяряка. Долго-долго меня слушал, потом говорит, я не могу понять, говорю, что вы сперва умерли, жаль, потом воскреснули, жаль. Я говорю, ну, приблизительно так. Тогда с вас штраф 2000 рублей. За что? За пребывание на этом свете без реестрации. Я минуту без звука разговаривал. Майор говорит, попрошу рот матом не шевелить. Ишь, ты живой, он, иди в суд и доказывай. Я помыкался, 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 попёрся в суд. Мне дали адвокадо. Правильно сказал? Нет? Адвокадо, да. Этот очкарик мне шепчет, прям, говорит, прям, не знаю, как поступить. Ваши родственники предложили вознаграждение за то, чтобы вы из зала сюда живым не вышли. Мой совет, боритесь, жизнь дороже. Я говорю, сколько же эти субъекты, говорю, предложили за мою жизнь. Адвокадо говорит, 500 долларов. Я говорю, так мало, я бы дал 600. А у самого денег ни копейки, всё. У адвокада глаза загорелись, говорит, ваше честь, у защиты появились новые факты. Попрошу приобщить к делу 600 долларов. Судья молоточком по стулу «Шмяк!» принято. Смотрю, прокурёр с тёщей пошептался, 700 долларов и земля ему пухом. Судья, так, приступим к прениям сторон. 700 долларов и земля ему пухом раз, 700 долларов пухом два, 700 долларов пухом. Я очкарь говорю, скажи 800, 800, чтобы он был здоров. Судья, услышим ли мы предложение со стороны смертной казни? Прокурор ррёт, тысяча, чтоб он сдох. Судья, о, сразу на два пункта. Что ответит практически мёртвый истец? Яру, 1200, всё равно денег ни шиша. Тёща багровыми пятнами покрылась. И как завопить? 1225! Судья, мало добавляете по закону аукциона. Тёща, договорить не дали, Ваша честь. 1225! И пересплю с вами. Судья молоточек выронил и кнул. Тёщу взглядом окинул. Говорит, то есть вы, мадам, пытаетесь меня запугать? Такие дела, гражданочка, угрозами не решаются. И как начали собачиться. Смотрю, у адвоката кошелёк с кармана выпал. Я незаметно, хоп, деньги его пересчитал. И кричу тихо всем, Ваша честь, чтобы спасти Вашу честь, даю 2000 евро и 950 рублей. Судья радостный. 2000 евро с мелочью раз. 2000 евро с мелочью два. Два на верёвочке, два на ниточке, Два на сапельке, Два на паутиночке. Продано! Дело продано! Вот так меня и воскресили. А больше пить не решаюсь. Денег не наберу, чтобы оживиться опять. Ну что это же жизнь? Даже помереть боишься.